С вами Николай Пименко в проекте Даты. Сегодня 25 июня. День дружбы и единения славян. Как известно, славяне представляют собой крупную языковую и культурную общность народов мира. Общая численность в мире составляет 300-350 миллионов человек. Выделяют западных, поляки, чехи, словаки, кашубы и лужичане, южных, болгары, сербы, хорваты, босницы, македонцы, славянцы, черногорцы и восточных славян, белорусы, русские, украинцы и русины. Также сегодня отмечается День моряка или День мореплавателя. Праздник посвящен именно морякам торгового флота, которые, согласно статистическим данным, осуществляют 80% всей мировой торговой деятельности. Но теперь о родившихся. 25 июня 1852 года. В этот мир приходит самый знаменитый испанский архитектор Антонио Гауди и Корнет. Его называли Данте архитектуры. Он умел добиваться непрерывной текучести архитектурных форм, доступных лишь живой природе. Не любил прямые линии. Строительство его главного творения, храма святого семейства, церковь в Барселоне, началось, когда Гауди было чуть больше 30 и не завершилось, как говорят, по сей день. 1907 год, 25 июня, день рождения поэта Арсения Тарковского, гениального творца и отца не менее гениального режиссера Андрея Тарковского. Только-только-только этого мало. Помните, пела София Ротар в 80-е? К сожалению, имя поэта ассоциируется исключительно с этим шлягером. Тарковский же писал стихи без надежды, что они будут опубликованы в Советском Союзе. Это требует огромной веры в свое искусство. Широкие массы услышали стихи Тарковского в фильме «Зеркало» Андрея Тарковского. Особенный эффект произвело стихотворение «Первые свидания». Помните эти знаменитые строчки? «Свидания наших каждое мгновение мы праздновали, как богоявления, одни на целом свете. Ты была смелее и легче птичьего крыла, по лестнице, как головокружение, через ступень сбегала и вела сквозь влажную сирень свои владения с той стороны зеркального стекла». 1937 год. День рождения Альберта Леонидовича Филозова, актера, который снялся более чем в 50 фильмах и сериалах. Вот лишь некоторые названия. Вам и не снилось. И это все о нем. «Тегеран-43», «Мэри Поппинс. До свидания», «Пятый ангел» в круге первым. 1961 год. День рождения режиссера Тимура Бекмамбетова. Журнал «Форбс» пишет, что Бекмамбетов начинал с работы художником-постановщиком в Ташкентском театре и на киностудии «Узбекфильм». В 1989-м переезжает в Москву и зарабатывает на создание рекламы банков. Потом дебютировал в качестве режиссера кино и основал компанию. Часто выступает сценаристом и продюсером собственных проектов. Успех Дозоров позволил ему завести связи в Голливуде. В его самой кассовой картине особо опасен. Главные роли исполнили Анджелина Джоли, Морган Фримен и Джеймс Маккивой. В 1963 году в пригороде Лондона рождается один из самых выдающихся поп-композиторов и певцов Джордж Майкл. Его отец грек и настоящее имя музыканта Георгиос Карякос Понайотту. Свою суперуспешную карьеру Джордж Майкл начинает в составе дуэта Уэм, а потом решил выступать сольно. Первый же его диск в 1987 году получает премию Гремми как лучший альбом года. Ушел из жизни в 2016 году от сердечной недостаточности. 1975 год – день рождения Владимира Крамника, международного гроссмейстера. В 1982 году появился на свет Михаил Южный, российский теннисист. А в 1994 – российский певец Егор Крит. Событие дня. 1783 год. Французский химик Антуан Лоран Лавуазье сообщает на заседании Парижской академии наук, что вода – это соединение водорода и кислорода. А еще через два года вместе с военным инженером Жаном Мюнье синтезирует из них воду. 1905 год. Убедившись в бесперспективности дальнейшего сопротивления, в этот день матросы знаменитого броненосца Потемкин сдают свой корабль румынским властям. А на следующий день, спустив красный флаг непобежденного корабля революции, сошли на берег в качестве политических иммигрантов. Через два дня Румыния возвращает эскадренный броненосец России. Царское правительство переименовывает его в Пантелеймон. Но когда восстает крейсер Очаков, пантелеймоновцы опять же первыми присоединяются к бунтовщикам. Февральская же революция 1917 года возвращает кораблю старое название, правда, без упоминания титула князя. Просто Потемкин-Таврический. А еще через месяц ему присваивают вообще новое имя – «Борец за свободу». Просто и ясно. В мае 1918 года корабль захвачен кайзеровскими войсками, позднее переходит в руки Деникинцев, а перед приходом в Крым Красной Армии был взорван англо-французскими интервентами. В 1957 год изобретается игрушка «Летающая тарелка». Что это такое? «Летающий диск» – общее название спортивного снаряда, который представляет собой пластиковый диск с загнутыми краями диаметром 20-25 см. Ну, как обычная пицца. Диск сделан таким образом, чтобы при его полете создавалась подъемная сила, что позволяет бросать диски на значительные расстояния. Большинство русскоговорящих людей назовут подобный диск «Летающей тарелкой». Ну и еще самое любопытное. Почему-то в 80-х годах автомобилисты очень любили цеплять на фары своих автомобилей эти самые «Летающие тарелки». Они просто очень хорошо подходили. Жуткое зрелище. И непонятно зачем. В 2009 году неожиданно для всех в этот день умирает Майкл Джексон – король поп-музыки. За несколько лет до этого на музыканта обрушились с кучей обвинений в растлении детей. Но вопросов стало еще больше. Был ли Джексон отцом и самое главное, что стало причиной его смерти? Вскрытие обнаружило у певца несколько сломанных ребер, множество синяков и четыре следа от сердечных инъекций. В последние годы он лишился практически всех волос. СМИ ищут ответы на эти вопросы до сих пор. Что-то мне подсказывает, что никогда не найдут. Ну и еще одно событие. 25 июня 1630 года. Губернатор Массачусетса Уинтроп впервые в истории США применил вилку для еды. Это была первая и единственная вилка в колониальной Америке. В древние времена люди, как известно, ели руками. Исключение делалось для жидкой пищи, для которой придумали ложку. Ну, неудобно вот так вот пить и горячо. Первое же упоминание о вилках в Европе относится к XIV веку. Правда, ели ими не мясо, а фрукты или обжаренный сыр. К тому же часто вилка превращалась в драгоценность. Так у Карла V было несколько золотых вилок, к тому же инкрустированных камушками. Изначально у вилки было всего два зубчика, чему, собственно, она и обязана своим названием. Один из переводов буквально – разветвление. Постепенно их количество возросло до трех, а потом и до четырех. В Россию вилка попадает, разумеется, благодаря Петру I. Дежурный денщик всегда носил с собой деревянный ларчик с походным царским набором, куда входила и вилка. Широкое распространение она получает только в XIX веке. И вот что любопытно, когда я служил в советской армии в конце 80-х, то вилкой там не пользовались вообще. Все блюда поглощались с помощью солдатской ложки. Может быть так вкуснее и сытнее? Как вы думаете? С вами был Николай Пивненко в проекте «Дата». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok